На что я готов ради видео притвориться женщиной и противостоять волнам дикпиков на моём экране. Приносить в жертву отделы мозга, отсматривая гигабайты кринжа. И сегодня моя приверженность делу вынудила меня постареть. Что с тобой встало, Геральт? Неожиданно, непривычно. Блин, даже сибирские уже волосы осветлило, а я всё никак не чё. Молодёжь. Всем привет, простите за видео. Молодёжь. Теперь вы должны именовать меня как Сибириенис из Дома Таргаринов, Королева Андалов и Первых Людей, Холиси Детракийского моря, Матерь Драконов, Геральт из Сибири, Леголас и просто Люциус Малфой. Как вам удобнее. А если бы вы были подписаны на мой телеграм-канал, то вы бы стали свидетелями того, как я несколько дней жёстко байтил народ. Реакциями Али и моих друзей на вот эту вот фигню. А ещё я там стреляю. Вообще я его в принципе начал вести, поэтому хотите больше сибирского, подписывайтесь. Ссылка в комментарии. Аля такая, так реагирует, так реагирует, хотя сама, наверное, красила. А может и нет. В этой рубрике я пройду по следам стариков в интернете и покажу вам, чем же пожилые непоседы занимаются онлайн без присмотра внуков. Ведь они, как наивные дети, в своём интернете просто повторяют за наших. У них есть свои блогеры, тиктокеры, телеграм-каналы, инфо-цыгане и скамеры. Привет, я Лилия. Есть телефон и интернет, значит, ты можешь зарабатывать в тиктоке. Я смогу заработать золотые слитки, как у вас за спиной? А не просто листать его ленту. А же плохого в том, что я листаю его ленту. Ну, полистал чуть-чуть, ну, что сразу травить-то за это? Компания легально работает в 43 странах. Работает в 43 странах, а в оставшихся 152 странах организаторов уже посадили. Работают от студента до пенсионера. Блин, чёрт возьми, я не студент и не пенсионер, я посередине. А что, школьники и младенцы недостойны заработка в тиктоке? Они там сидят почаще вашего. И даже инвалиды. А ментальные считаются? Это чё, соответственно, мы, видеоблогеры, тоже можем? Зарабатывать начинаешь со второго месяца от 500 долларов и выше. 501 доллар, 502 доллара, 503 доллара, возможно, даже 504 доллара. Чё я с этими долларами делать буду? Мне взлот их надо. Научишься уникальному маркетингу. Такой же уникальный маркетинг, который вы производите в данный момент в этом видео? Тогда я согласен. Вложение возвращается со второго шага. Вы только что сказали, что инвалиды могут. Если у человека ног нет, как он до второго шага дойдёт? Деньги выводятся 100% на вашу карту. Слушайте, ну если она сказала 100%, значит точно не скам, не пирамиды, всё точно. 100% вот видите, какой уникальный маркетинг нам дают. Как в него не поверить-то? Это гарантия избавиться от долгов и начать новую достойную жизнь. А знаете, что ещё поможет избавиться от долгов и начать новую жизнь? Побег в Зимбабве. Вы сразу триллионером ставите. Там такие огромные бабки крутятся. Напишите мне в комментариях, хочу, возьму свою команду, научу работать и добеду вас до высоких выплат. Ну слушайте, в таком случае, хочу. Знаете, я кое-чему у неё научился. Пишите в комментарии, хочу. Сделайте красную кнопочку подписаться серой. И всё. А вы что-то от меня ещё ждали? Деньги любят смелых. И мёртвых. Ну, мёртвые же не могут их потратить. Это ваш шанс. Я жду. Ну, пусть и ждёт. Знаете, я почти вот убеждён, но что-то ещё нужно, чтобы вот прям допить. Нет, я Лилия. Всё нестабильно на сегодняшнем тне. Экономика упала или вообще разрушается. Все со страхом смотрят в завтрашний день. Ты весь в долгах, ты не знаешь... Что-то она не протёрла, что ли? Да, тут она поговорила с внуками. И такая просто, об щёку, весь жир с лица собрала. И не протёрла. Тренер личностного роста сейчас называется простым словом. Инфоцыган. Учись. Где найти заработок? Что-то вы меня не очень мотивируете. Хочется закрыться в комнате и не выходить из неё. Есть телефон и интернет. И ты готова обучаться и работать. Я предлагаю тебе заработок в интернете. Компания легально работает в 43 странах мира. Знаете, Лидия, я считаю, что вы очень убедительный человек. Вы делаете классные, уникальные видео-партнеры. Есть бесплатное современное обучение и практика. Для людей простых, без опыта работы. Если у вас очень высокий опыт работы, например, там... Я считаю, что эти анимированные эмоции с долларами и прочим. Ай, господи, там всё... Одноклассники стайл. Там всё настолько... Прекрасно. И музыка, и анимация, и фон, господи. В АйТи, и вы зарабатываете, ну, 250 тысяч долларов в год. То, к сожалению, мы вас не возьмём. Вы нам не подходите. Вы за мной всё наблюдаете? А как она узнала? А я бы хотела, чтобы вы тоже зарабатывали деньги. Скоро Новый год. И хочется подарки детям, внукам преподнести. Как она давит, да? Чё, на подарки даже? Ну-ка, мы детям нет, а тебе отдай денег. Присоединяйся ко мне, не щёб. Кто хочет, пишите мне. Я вам расскажу, как можно заработать быстро деньги. Хорошего вам дня. Не, ну, в сравнении с предыдущим... Научу наёбывать... Научу наёбывать таких же лошков, как вы сами. А, ой. Женщины, тут что-то менее убедительно. Мы никому ничего не навязываем. Если вы и дальше хотите работать в найме и зарабатывать на чужие мечты, проходите мимо. А если кто хочет стать финансово свободным человеком, и жить так, как хотите вы, пишите мне в комментарии. Видля, какие у них хорошие методички. Прям в душеньку тебе манипулируют, забираются. А мы ничего не навязываем, но если ты хочешь дальше работать... Чего-то пытается отбить деньги, которые потратила, ходя на тренинг. Ну да. Ходя. Купя его в интернете. Да, скорее всего, ходила ножками своими каком-нибудь этому... Ну, этот популярный чел есть, американец. Он в России периодически поступает. Уебану и башкович наёбыч? Ну да, типа того. Я в душе не помню, как его зовут. Скорее всего, слышал, но даже и не пытался запомнить. На дядю, который зарабатывает миллионы, а тебе не даёт их. Мы ничего не навязываем. Я вам расскажу и помогу. Даль, какая у неё красивая хата на заднем фоне. Вот, ну не навязываем, но можете в такой же находиться картинке. Сзади хромакейной. Ну всё ещё не убеждён. Чуточку ещё бы. Вы знаете, мне многие пишут. Ну если ты зарабатываешь, чё ты этим делись? Чё ты кричишь на весь цвет? Вопрос-то хороший, на самом деле, да? Без других людей не зарабатывается, да, твоя пирамидочка? Чё-то надо ещё кого-то позвать, да? Вы знаете, я тоже была в этой, извините за выражение, жопе. Ну, какой! Все их убедительные аргументы разбиваются на самом деле, а то, ну все вот эти инфо-цыганские приколы, а то, что на самом деле человека в такой сфере, зачем он будет себе плодить конкуренцию? Ну да. И всё, и ты уже об этом думаешь, и просто ты принял уже пилюлю от инфо-цыганства. Такое, до свидания. По факту. Где взять денег, чтобы поразить кредит? Выбраться с этой нищеты? Это какое-то дефолтное состояние, да, то, что должен быть кредит, чтобы к вам поступить. Просто у меня нет кредитов. У всех, да, пенсионеров вы подружно говорите, кредит. Есть на просторах интернета такая компания, где простые люди зарабатывают хорошие деньги. Где всё честно, всё реально. Но я вам об этом не расскажу. Согласитесь, прикольный был сюжетный поворот. Я пойму, что вам нужно больше этой рубрики, если на этом ролике будет 100 тысяч лайков. Дело за вами. Друзья, нахожусь сейчас на пенсии. Знаете, я будто бы стою напротив какого-то торгового дома в каком-то периферийном городе, где всё заспамлено, знаете, именами всяких рандомных магазинчиков. Ты хочешь так же? Тогда перестань вставлять себе палки в колёса и видеть во всём преграды. Звони рочно! Шо такое звонирочно? Вступите в мою команду, и я вам видеть во всём преграды. Звони рочно! Шо такое звонирочно? Проверить, что ты пишешь? Не, слишком сложно. Вступите в мою команду, и я вам расскажу. Это она интриги берёт, типа, да? Пишите, я расскажу. Очень хочу ездить к инокам гораздо чаще, но пока такой возможности нет. Где зарабатывай тогда? Чё сидишь? Слава богу! Может быть, она просто есть меньше стала, а то она вон аж просвечивает. Рассказывай что-то. Это тебе к предыдущей тогда? Потому что они живут за границей. В интернете сейчас зарабатывают деньги, и уже есть часть денег, чтобы к намеченному сроку поехать в гости с подарками. У тебя тоже такая же задача. Ну тогда я дам тебе телефон моих детей и внуков за границей. Можешь тоже к ним приехать. Ты хочешь так же? Тогда тебе срочно нужно узнать, как ты это можешь сделать. И мы сразу же начнём действовать. Греть, а вы чё, не знаете? В затёртом домашнем халате почему-то расстёгнутом слишком сильно. И в бусиках. Главное, чтобы в трусиках. На фоне богатого интерьера при этом половина просвечивается. И со съеденной губной помадой. Угу. Мы же, конечно, поверили. Да, успешный успех. О, блин. К сожалению, они будут у них... Дети и внуки её, конечно же, хотят подарков, а не то, чтобы она жила благополучно и не велась на всякий скам. Ну да. К сожалению, поведутся на её вот эту херню либо дети, либо такие же старики, как она. Старики. А дети тоже тупые и ведутся на всякую херню. Точно надо узнать, как это сделать. Чтоб, типа, вам тоже рассказать. Ещё чего. Чё там ходишь? Чё ты? Вместе всегда быстрее и легче. Я научу тебя каждому действию. Теперь я понял, про что ты имела в виду про халат. Ты сначала не понял просто, а потом как понял. Это, возможно, не халат. Это даже не халат, мне кажется, это бомбер какой-то, но декольте её так уходит вниз, а в конце его нет, и мне страшно. Это, скорее всего, блузка она там на сосках зафиксирована. Не, это бомбер. И ты тоже сможешь решить любые свои задачи. Даже задачи по-матиши. Знаете, у них прям по регламенту. Можешь решить любые свои задачи. Даже задачи по-матиши. Знаете, у них прям по регламенту будто написано «Вставлять сзади очень стильные квартиры». А чё на фоне своей не снимите, а? В шапке профиля нажимай на номер телефона. Ты перейдёшь ко мне на WhatsApp. Абсолютно безоплатно. Вот это интересный сайлинг-поинт, да? А то у других это «Хочешь ко мне ватсап?» «Соточку кидай на карту». Безоплатный ватсап только в мышеловке бывает. Напиши мне. Хочу увеличить доход. Что она так резко обрывает? Вы знаете... Опять пытался забайтить. Не, я не повёлся. Я просто в этот момент опять преснул. Не, я не повёлся и ничего я такой «Ага, опять байтит, засранец». Пока не уверен, что знаю. Я пытаюсь разобраться, что сейчас я вижу на экране. Звоните! Не ведитесь на развод соцсетей! Учитесь разбираться! У нас вы сможете с первого дня получать от 500 долларов. Ну как на такой милый развод не повестись, скажите? Чисто вот, ну, из вежливости хотя бы. Меня ведь разбираться никто не учил. Заметит, что-то на айфон показывает. И у неё слева такой... Ага. Бриллиант. Другой такой старичок сидит «О-о-о! Это же, ну, бриллианты у неё могут быть, и у меня тоже это!» А это наши бустеры, благодаря которым существуем мы, существует канал, и есть всё, что, в общем-то, вы смотрите на этом канале. Большое спасибо, ребята, что поддерживаете нас. Меня удивляют люди, которые говорят «О-о-о, это развод! О-о-о, это лохотрон!» Миллионы людей в интернете вкладывают деньги в игры. Тут она, конечно, подловила. Куда? В кителе? В игры? Нет разве? Вкладывают деньги в игры. Тут она, конечно, подловила. Не поспоришь. Покупают несуществующие танки, вкладывают деньги в фермы. Ну, знает свою аудиторию, знает, да. Танки, фермы, тудым-сюдым. Покупаю несуществующие сараи и овощи. Вот дураки, да? А и настоящие покупают сараи и овощи. И танки. Покупают подписки на непонятные фильмы. Эти ваши непонятные фильмы. Будут понятные фильмы. Которые можно смотреть онлайн и скачать бесплатно. И теперь у нас ещё и пиратство учится. Хорошее видео, познавательное. Я так и вбиваю, когда хочу непонятные фильмы посмотреть, скачать бесплатно непонятные фильмы. Покупаю на классниках. Точно знает свою аудиторию. А кто-то покупал голоса в ВК. И куда они теперь делись? Дуров, верни стену. Чтобы дарить несуществующие подарки. Это ли не развод? Ну, получается, что да. Открыло мне глаза. Друзья, подумайте, наконец, вы вкладываете деньги, покупая виртуальные ценности. Это вы ещё про NFT не слышали? Которые вы никак не сможете обменять на, скажем, продукты в магазине. Вы вообще про скины в Counter-Strike слышали? Их там не только на продукты обменивают, на машины, дома. Это ли не развод? А я, я вкладываю только своё время к вашему сведению. Почему сведению? Чуть так всегда она. приобретают знания, которые приведут меня и уже приводят к финансовой незаметности. Я тебе, конечно, верю. Это вывод, что это развод. То есть, короче, Но ты пиздишь, однако. По её мнению, нельзя покупать ни скинчики, ни DLC, ни игры, ни фильмы в онлайн-кинотеатрах тоже покупать нельзя. Фу! Люди там какие-то трудились, производились, снимали, разрабатывали, что-то там монтировали. Иу! Это все виртуальные ценности! Понимаешь, она типа прагматистка. Вот покупать надо только что-то реальное, что-то в реале, а не вот это ваше виртуально. При этом снимает видосик в приложении, который кто-то разрабатывал. Ага. И оно находит в интернете, значит, оно тоже виртуальное. Конечно. Ну, помада вообще супер, я просто про неё даже не стала ничего говорить. Входят к финансовой независимости, а вы говорите, что это развод. Да ничего я не говорил, за что на меня-то пальцем тыкать сразу? Чего там говорили? Я иду в магазин и покупаю на эти деньги реальные вещи. А вот так вот пожилые люди флексят. У тебя электронные танки, а у меня реальные. картошка. А что получаете вы? Краткосрочное сомни... Это место мозгов. ...действительное удовлетворение? Дааа... А что, это плохо? А я развиваюсь, я общаюсь, я зарабатываю её. Так кто из нас ведётся на развод? Задумайтесь. Это выбор, знаешь, я... Знаете, между тем, чтобы набить себе брюхо продуктами красная цена или купить скинч в ДБД, у меня перевешивает второе. У нас весь ролик пока что только в грязь втаптывает, если честно. Миллионы людей просиживают своё счастье возле экранов телевизоров, за компьютерными играми, даже не предполагая, насколько яркий и достойный мир вокруг нас. Не, ну я вот в игре выкручиваю насыщенность на максимум, очень яркий мир, очень я счастлив, мне нравится. И вот вы бы не подумали, да? Но в комментариях так-то происходит ажиотаж. Валентина, успех для всех, пишет. Можно подробнее? Я отвечаю, это автор видео. Конечно, можно. Звоните. Подробнее узнать хочу, спасибо большое. А можно узнать подробнее? Добрый день, меня вы заинтересовались, потому что у вас есть обучение, я бы хотел научиться новой профессии в интернете, объясните подробнее, как можно. Это все верно. Очень важно научиться разбираться в честных компаниях. Автор ролика с удовольствием поддерживает беседу. Вы знаете, мне кажется, что современные люди просто разучились работать. Не все золото, что блестит, хочу разобраться. Звоните, разберемся вместе. Онлайн предприниматель пишет. Хочу подробнее узнать о работе в вашей команде сердечко. Но на фотографии чисто онлайн предприниматель вот так. Это же она же. Нет, это не она. По-моему, она. Это не она. Ладно, ладно. Я себе их и представляю обычно. Вы правы. Что делать? А вот ее автор что-то решил проигнорить. Она, видимо, не выглядит достойно. Автор в комментариях также продолжает додавливать. Люди дорогие, остановитесь, разберитесь и звоните. Помогите. Ладно, да, это не она. Мне нравится звонить. Не пишите на WhatsApp, а звоните. О, да. Что у нее хавало такое недовольное на аватарке? Да. Не знаю. Она, вот та, та, та предприниматель была просто похожа на кого-то из предыдущих. Я могу во всем разобраться и научу зарабатывать в интернете крики отчаяния. Хотелось бы обратиться к людям, которые пишут негативные комментарии. Хотите им передать, что бумеранг существует? С каких пор люди перестали верить в бумеранги? Вы разрушаете сами себя негативом и этим негативом вы разрушаете свою семью. Как-то мои негативные комментарии разрушают мою семью. Вдруг это просто хобби? Бумеранг еще никто не отменял, он существует. Да верю, я верю. Вон летит. Вот, вот. За ваш негатив будут расплачиваться ваши дети и внуки. И я за этим обязательно прослежу. Мы идем в мир созидания. Это урозы. Где люди должны нести только добро. Блин, они еще так дохуя фильтров используют. Да. Это будет очень скучный мир. Контраст. Хотя бы камеру протерло все, что не скрыто под фильтрами и все более-менее четко. Понимаете, чтобы понять, что такое добро, надо испытать зло. И наш проект именно где мы несем друг другу добро. Вы не несете не добро, вы не несете кирпичики для своей пирамидки. При этом началась угроз. Да. Что пострадаете, вот и не вы, не вы вот эти злодеи-злодейские, а ваши невинные дети и внуки. даем каждому возможность выйти из очень сложных ситуаций. Мы несем добро. И не надо нам писать всякую чушь. Поняли? Уроды. Мы несем добро. Чушь. Хватит писать. Детей ваших прокляну. Потому что проект на самом деле законный, шесть лет работает на рынке. Ну, по сравнению с тем проектом, который пять лет работает на рынке, шесть это больше. А значит, это правда. Я вступлю к вам в проект. Ссылочка в моем профиле. Дам информацию и будем зарабатывать вместе. Вот что-то вы все вместе, да вместе. А если я интроверт? Я хочу зарабатывать один. А что, в вашей компании такое невозможно? Как странно. Ну, наконец-то меня убедили. Давайте заглянем хотя бы в один из этих клубов. На аватарке канала воодушевленно написано поверь в мечту. Сверху вот какая-то меточка есть. Называется почему-то скам. Сначала я подумал, что это такое че? Примодии с кастомных набором. Но вот что пишет об этом одна статья. Метка скам означает, что определенный чат, канал или бот мошеннический. Этот статус можно получить из-за использования фишинговых ссылок или обмана на деньги. А метка скам позволяет пользователям они креативно использовали эту метку в своих интересах в названии паблика. Это вам не скам поняли, да? Типа... Ебать, хуя себе продуманы. Это типа они сделали себе название и скрывают то, что у них есть эта метка. Получается. Ригита не пойму что это за отметка. Они так и подумают о, не скам? Круто, надо вступить. Тебя на весь чат приветствуют и показывают как прост и понятен их маркетинг. Маркетинг прост и понятен преимущество матрицы бинарт. Что? Так, ну дальше все плюс-минус понятно. Вход активация бизнес-места от 600 рублей. По командной стратегии 1200 рублей. Фишки. А это уже интересно. Какие там фишки? Броне. Хорошо. Урезание юбки матрицы на 50%. На практике на все 90%. Это что такое? Клоны прилетают в личные кабинеты партнеров. Какие клоны? Таким образом полностью управляемая матрица. Что за матрица? Что за поток сознания мистера Смита? Что за фигня? Вес в 15-м столе именно сюда же в 15-й стол. Что за стол? Все лучшие фишки собраны в один маркетинг. Такого нет ни в одной компании инета. Блин, ну раз вы... Человек такой раз я это не понимаю значит я тупо мне надо просвещаться обязательно уступлю. А она такая умная вот это все дела. Капсом говорите что нет? Я вам верю. Значит в нас сходу бросают пачку каких-то формулировок которые видимо мы должны знать будучи 60-летним пенсионером. И видимо мы должны прям истекать слюнями прочитав что урезание юбки матрицы на 50%. На практике на все 90%. Может быть они этим и цепляют стариков что они читают эти очень умные слова и думают что ну это прям акулы заработка. Они такие слова знают. Скорее всего так и работает. А если вам все еще не понятно то есть целая лекция со схемой. Так ребята смотрите сегодня у нас будет разбор площадки бум. А че ваша площадка бум выстроена как пирамида? Наверное это случайность. Ну давайте попробуем вникнуть. У вас уже здесь вывод идет с первой ножки первую закрывает ножки закрываетесь идете в третий стол вы будете там же продвигаться просто на пассив. Кто закрывает... Че говоришь? Мне качество аудиозаписи еще нравится. Там есть качество, да? В 11 столе как я сказала вот с этих 200 тысяч которые на Dream House общая выплата 935 тысяч. А 600 рублей мои вы когда вернете? У них есть чат для более продвинутых ссылку для которого писал видимо человек с очень правильным английским. Написать он хотел Dream House а написал Dream House это чат для жестких манипуляций. Ребят, всем привет. Я общалась с людьми и с некоторыми гостями. Должно было быть Хаусе а он Хаосе написал. ...нашего чата которые никогда не работали в интернете. В самом интернете? Такой странный вопрос возражения мне стыдно работать в интернете мне стыдно рассказывать про какую-то работу в интернете. Знаете я их очень понимаю потому что когда я знаком лично с новыми людьми я тоже боюсь им рассказывать что я работаю блогером в интернете. Я просто говорю что работаю в маркетинге. Чего можно стыдиться в нашей жизни? Ходить по большому в гостях например. Стыдиться того что ты заходишь в магазин и не можешь купить своему внуку внучке или ребенку ту игрушку которую он просит. Манипуляторки все всегда упирается внуков детей подарки то есть видите они понимают что пенсионеры уже не хотят концентрироваться на себе они хотят отдавать и вот используют это для своих манипуляций. А еще стыднее ребят когда болеет родитель а ты не можешь помочь и купить ему дорогостоящие лекарства нормально вот так знаете есть очень редкие болезни которым нужны очень дорогие лекарства которые стоят 30 тысяч долларов 5 тысяч долларов по этой логике им тоже надо стыдиться что они не могут такие купить ну и правильно но все равно я чувствую что нас недостаточно унизили поэтому давайте еще а не стыдно когда ты работаешь на двух 30 рублей чтобы не срать ну вот я и сказал то что 10 тысяч долларов 5 тысяч долларов 30 рублей работах а то и трех и вот этот доход и заработок не перекрывает все твои потребности нет тупые тупые нищие дебилы работяги на трех работах идиоты не могут перекрыть потребности стыдно да вообще писец кончены работают вот это вот чтобы денег заработать и семью прокормить не наебывая других людей да 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 делают полезную для общества работу занимаются производством полезной для общества для людей вещей производят пищу и там одежду строят дома фу какой кошмар ужас да бааааа эээээ лучше несите эти сбережения которые не могут перекрыть ваши потребности мне чтобы они перекрыли мои а еще стыдно когда приходится брать кредитные карты чтобы перекрывать одну карту второй и вторую третий не то чтобы стыдно больше глупо это называется финансовая неграмотность а еще стыдно когда тебе уже 50 лет когда тебе какая-то малолетка указывает во сколько приходить во сколько уходить требует от тебя большей отдачи а платит тебе еще меньше а все потому что это тупая малолетка я сначала такой какого хуя о чем она аааа когда твой начальник младше тебя вот расшифровка этого да да действительно такая стыдоба я работаю в Москве потому что не хочу работать подчинением то что мы обсуждали вчера получила образование какое-то там какие-то там продвижения по карьерной лестнице как-то там упорно это работала вот эта вот тупая малолетка потому что если младше то тупее и при этом малолетке не 50 лет а 49 когда ты работаешь на кого когда ты работаешь на чью-то мечту пашешь без выходных и проходных и не видишь своих детей вот это они очень любят скручивать вот это работаешь на чужую если ты действительно так работаешь как она говорит да 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 я могу сказать что это не стыдно ну точнее стыдно не то что ты там работаешь а стыдно что ты такое идиотское создание и до сих пор там работаешь и терпишь все это жую мечт я что-то вспомнила того чела который что-то типа это лучше чем работать на дядю вкладывая каждую свою копейку получен деньги должны работать деньги должны все работать сразу за сердце хватает да всех вас при этом ну сразу хочется вступить штука-то эффективная и все админы в этих чатах мастера мотивации вот даже покупают телеграмм премиум видите звездочки радость никнейм также они круглосуточно постят мотивационные сторис в духе хватит сидеть в грязи иди делай бабки каждый день новый день новые кринги мне очень понравилось вот это сторис вакансия миллионер внимание разыскиваются миллионеры блин я тоже хочу устроиться миллионером а че надо делать с опытом или с опытом работы с опытом работы миллионером типа здрасте я работал миллионером потом меня уволили из миллионеров но у меня есть опыт возраст пол чувство юмора значения не имеют очень специфичный пункт я реально не понял сначала про что он имел ввиду с опытом работы миллионером то есть получается ты обанкротился и пошел опять работать миллионером про чувство юмора надеюсь вы там это не стендап комиков делаете часом а то нам пока хватит вы можете оставаться собой спасибо слава богу не придется менять пол и называться Валерией требования в смысле на вакансию миллионер есть какие-то требования ну тогда я не заинтересован хорошая интуиция легкая рука вера в победу интуиция зачем все как-то очень непонятно нафига вам значит интуиция легкая рука вы там типа слоты в казино будете крутить или что легкая рука вера в победу я еще могу понять по скриптам нам не нужны никакие резюме а у меня его и нет кто знает может быть вы следующий миллионер в смысле кто знает так от вакансии миллионер или типа как получится а еще в этих чатах делится неподдельной радостью и позитивом ура ура партнеры поздравляю с таким движением с выплатами денежки дали радость команда супер проект супер и аналогов нет а если я сейчас создам все аналог что будете говорить что это был за странный илон маск не знаю какой-то азиат притворился елоном маск а если я сейчас создам аналог что будете говорить я могу у меня миллион человек смотрят и всех их миллион туда загнать что будете говорить и аналогов нет просто нет не найдете нигде а наблюдающие наблюдайте и завидуйте нам как прикажете и летом полетим отдыхать кто куда ура кто на дачу кто на речку говнотечку кто даже за город выберется да в огород кверху жопы чтобы никто не мог сказать что это все просто пустые слова есть целые влоги о красивой жизни не найдете сори микрофон устал скоро вернется просто мне надо над собой такую надпись повесить потому что я периодически чувствую как такой хм ебаный анонизм организм низкомно заработанные в матричном проекте закрыл очередной уровень получил выплату и сразу очередное путешествие Самара Москва Самара ого сразу видно крутое путешествие в Самару аж два раза поедет ну и конечно же такой милый флекс то что я в Москву ездил вот так вот день первый отправление Самара Москва едем тратить деньги вот так он на вас вот так вот сцеживает хорош не вижу что ты тратишь деньги и не вижу что у тебя что-то как-то хорошо с деньгами по твоему зубу рядом с клыком который пытается съебаться из челюсти потому что вырос длиннее чем нужно ну в смысле у богатых людей что правильно все зубы сделаны ровные красивые белые не обязательно они по крайней мере просто здоровые ну вот не дала мне доебаться действительно богатые люди не особо именно внешне заморачиваются ну если конечно они не богаты благодаря эскорту мне нравится что он просто вставил свою проходку с абсолютно пустым и бездушным взглядом куда-то мимо камеры еще музыка такая на фоне авантюрная москва площадь трех вокзалов вот это круто эх москва недружелюбная блин даже несмотря на то что у меня мои миллиарды миллионы есть вот все равно недружелюбная основной корпус плекс продолжается видали я заработал бабочки в проекте матричном вот она вот она смотрите мгу значит снял минус 5 градусов минус 5 градусов в принципе это не холодно особо если ты по погоде одет да если ты нормально одет то не холодно обошел весь корпус чтобы с тыльной стороны показать чтоб точно поняли что бабок много заработал конечная точка для сегодняшнего дня театра Вахтангово ведем на спектакль ммм ведь он может позволить себе даже увеселение в виде спектакля уже ведь хотите да как я на второй день во время пешеходной экскурсии обнаружили каменную постройку аж 15 века он пишет обнаружили будто он первый ее нашел хотя вот снимает табличку новые вагоны метро очень напоминают те что в барселоне опа а тут он как бы намекает да в Москву съездил но как бы и в барселоне поезда прикольные музей на 56 этаже вы таких этажей в жизни не видели максимум 10 а вы были на таком этаже я могу сей 57 позволить вообще-то но 56 хватит по факту у нас в городе максимум 14 этаж небольшой перекус ммм видали да заказал себе чуть-чуть совсем пицушечку тортик ну скромненько поел да на мои миллиарды миллионов у нас в Москве зима пришла уже говорит у нас в Москве о какой быстро он себя в москвиче записал при городе Москвы посетили сувенирный магазин с продукцией жильских мастеров и в очередной раз докупились их продукции тут какой-то дабл флекс первое то что типа ну вот так вот съездили в Москву зашли в кжельский магазин так-то а второе это то что в очередной раз докупились их продукции ну типа до этого у нас и так было дофига но мы еще решили снимает так чтобы было видно ценники ну типа докупились ну видите сами да там 1400 2900 так скромненько скромненько вот есть такие дорогущие фигурки у пьюдипая были с крестиком вот такие вместо глаз для пожилых кжельская продукция это то же самое примерно ну естественно куда же без зума на иконы я хоть и богач но признаю что грешник ну этот дедуля он немножко на уровень повыше чем ребятки до этого у них просто ну тиктоки которые инфо-цыгане помоложе они же показывают что они все едут на всякие острова во всякие Европы живут во всяких Таиландах и прочее ну да не будешь флексить не поверят что ты богат ну да дедуля он немножко на уровень повыше чем ребятки до этого у них просто ну тиктоки какие-то любительские чатики в телеге а у этого дяди есть целый лендинг привет меня зовут Владимир я строю свой бизнес в интернет и получаю от него доход при этом деньги получать на карту доход растет с каждым месяцем нет ежемесячных проплат клонов звезд планет он пытается втянуть людей которые уже были в каких-то таких скамах и знают такие определения видимо вот в ваших пирамидах это есть а в моей нету рабочие чаты с поддержкой чат где лидеры нашей команды делятся опытом и инструментами пассатижи отвертки вот это да ну тут стандартная белиберда из разряда все бесплатно я тебе помогу все расскажу зато свой лендинг понимаете сегодняшнее погружение в интернет стариков обошлось не без травм в том числе психологических но я думаю я выполнил работу честно ну собственно говоря как и всегда и напоследок распустил свою шевелюру скорее всего так и было точно так же как и эти инфо-цыгане ездят там на один день и их приглашают какие-то их знакомые им все там оплачивают или как какая-нибудь Боня такая я приехала на Каннский фестиваль бла-бла-бла или куда-то там еще по итогу меня пригласили все дела по итогу она купила билеты а я думал по итогу ее туда даже не пустили и видео люди скидывали да как ее короче с проходки ее там с красной дорожки выгоняют потому что задрочила она там крутится никому не нужна никто не хочет ее снимать ради бога съебись уже нет не снимай трусы просто уйди мой рабочий день окончен о май прямо-таки мужчина с обложек женских романов спасибо за просмотр до скорого пока пока на ustedes я на это более как в